Восвитая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працует Марина Джале. Глядите у гэтым выпуском. Лето – граница Чарга. Праспункт пропуску Новая Гута у выходный день пересекаем на жу больше к 11 тысяч грамадян и до 3 тысяч транспортных сродков. Новое житё закинутых будынков. Всю лето у регионе прасаукционы реализовано больше к 50 подобных объектов нерухомости. Выходные у городе. Аматорам активно галаду життя на выбор – велопрагулка, скейтпарк и вяровочный городок. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Следшие эксперты разбираются в обставинах трагеды у Жлобине. На чугуношной станции Жлобин-Подольске дудара током за гену 16-гадовый подлеток. Як поведомили во управлении следшего комитета по Гомельской в области, особо хлопца установлено. Йон был студентом Жлобинского профессийно-техничного колледжа. Меркуется, что подлеток стал ахвярой электродуги. Его тело было знойдено помеж опорами контактной сетки. На опружение тут складает 27 тысяч вольт. Подаденных экспертов поражение током, особо воумовах повышенной вильготности, может отбыться навод без контакту с проводами. По факте трагедии проводится проверка и экспертизы. Следшие шукают видоводжца уздарения. В воскресенье примерно в 15 часов в милицию поступило сообщение от дежурной по станции Жлобин-Подольский о том, что возле прожекторной мачты обнаружено тело несовершеннолетнего с телесными повреждениями, характерными для поражения электрическим током. Установлено, что погибшим является 16-летний житель Жлобина. Проверку по факту смерти проводит Жлобинский районный отдел Следственного комитета. Гомельские правоохоуники дадут правовую оценку дзеням хлопца, які у подпаленной вопрацы нырну у фонтан лодочник. Як поведомили во Управлении внутренних справ облавы Конкама, с допомогой ассистенту молодых человек подпалив верхнюю вопротку и нырну у фонтан. Отповедные виды и фото распаусюдзелись у интернете. Верагодней за усем молодых человек пайшов на рызаку деле того, как взнять ролик для Ютюб. Ягу особо выявлено проводится проверка. Летом на пограничных переходах повеличиваются черги из автомашин, при этом не которым пассажирам приходится чекать своего часу по некальки годин. Уличываючи высокий пассажиропоток, пограничники раять. Перед выездом на особистом транспорте за мяжу ознайомтесь с информацией про черги у пунктах пропуску. Ситуация на их неаднольковая. Поездку лепш заплановать на будние и по мягчимости у объезд новой гуты. Ее развлековая пропускная сдольность складает 5000 человек и 1681 к транспорту за сутки. Меж тым заперят выходные-выходные дни. Тут пересекаю мяжу больше 11 тысяч грамадян и до 3000 транспортных сродков. Годинный пик начинается после 15.30. А тому пограничники раять пересекать держанную мяжу ранее. И еще одна парада тычется необходности надавать большую ваги своим документам. При измене прозвища, например, пашпорт действенный только 30 суток. Выдаденный детям 5 годов. Инак же придется не только надолго затрыматься на мяжи, а и развитаться с марами об отпочинку. Истечение срока действия документа. Люди по своей невнимательности к документу не обращаются. Затем захотели уехать за границу. Опять же, внимание не обратили. Приехали. Тут выясняется, что документ срока действия уже истек. Протягиваем выпуск. Все лета у регионе прозаукционы реализовано 50 объектов нерухомости, ике пылный час не выкарастовывалися. У минулым годзе господаров на были коля 150 закинутых будынков. У их з'являются новые вытворшисти и гандлевые объекты, створаются рабочие месцы. Дмитрий Котов наведал Житкович, где за 7 недавно увиденную эксплуатацию буйный объект нерухомости. Ранее в этом будинку размещалась аграрная правтехвучилища. После установа изменила прописку, и объект нерухомости пылный час находился без господаров. По колью его прозаукцион за одну базовую величиню не набыл индивидуальный предприниматель. По умовах за два с половиной годы будинок необходимо было привезти в парадок. С этим бизнесмен справился, и в Саковику объект был сдаден в эксплуатацию. Некольки тыднев тому тут появились первые арендаторы. Они открыли магазин меблей и фирмовую краму белорусского предпринимателя легкой промыслости. Специально для города Житковичи сделали нам брендовую майку с названием Житковичи. Это придумали наши дизайнеры. Приобретают как и для подарков, так и приезжие гости из разных стран приобретают как сувенир. Увесь будинок занимает 2000 квадратных метров, а коль арендаторам отдали пятую частку. Практично полное заполнение чекается до конца жнивня. Тут заявятся магазины мясной продукции, бытовой и промысловой химии, шерох и инших гандлёвых кропок. Это те предприятия, те торговые объекты, которые привнесут сюда и будут реализовывать либо предлагать продукцию, которую наш покупатель в нашем регионе не мог купить здесь. Зараз в двух девушных магазинах створено 10 прационных местцев. С приходом новых арендаторов плануется процелотковать до 50 человек. Задача уладов – реализовать прозаукционы и иншие объекты нерухомости. Потенциальных инвесторов может затекать логистичная привабность района, две республиканские дороги у накерунка Украины, а так само зрушенное транспортное излучение с Гомелем и Брестом. Не использовать данный потенциал – это нас никто не поймёт. Поэтому мы стараемся исполнительная власть и субъекты хозяйствования по максимуму извлечь из этого выгоду. Это рабочие места, это объекты, которые надо вовлекать в оборот. И самое важное после всего этого – это наполнение бюджета района налоговыми поступлениями. Зараз в Житковицком районе не выкористовывается 181 объект нерухомости. На ближайшем аукционе, який пройдет 1-го жнивня, покупникам будут пропонованы будинок бани у везцы Борки и каравульное помешкание в Житковицах. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» Житковицкий район. «Гомельский городский центр социальных обслугований сегодня распочинает доброчинную акцию, промеркованную до початку навучального года. Для первоклассников сбирают школьные принадлежности. У первой червы необходимые канцелярские товары, рюкзаки, спортивная форма и обуток. Усё это будет передадено детям сашмадедных и малозабеспеченных семьях, а также детям-сиротам. Принять удел у акции и оказать допомогу может каждый жадающим. Школьные принадлежности и речи примают по адресу. В улице Юбилейная, 8, корпус 2. До ветки по номеру телефона 60-89-54. У «Гомеля» сё не распочалась другая змена военно-патриотичного лагера «Курсант-ты». Он ладится на базе Белорусского державного университета транспорта. Удельниками другой змены стали 25 подлетков. Девять дён яны будут жить по распорадку курсантов военно-транспортного факультета Белдута. А кроме обовязковых атрибутов курсантского життя, для их предуглежены экскурсии, кинопрагляды, спортивные споборництвы. Особливость этого года – махчимость поспробовать себе и в громадско-корыстной справе – работе на сергас-продприемствах. Основная мета военно-патриотичного лагера «Курсант-ты» получит подлетку, которая потребует повышенной педагогичной уваги до интересного и безопасного проведения вольного часа. Вот, например, по итогам первой смены мы сняли мультипликационный фильм о том, как прошли эти девять дней. Но сейчас повторяться не будем. По итогам второй смены мы планируем уже, если там были творческие способности детей, мы проверили, кто на что гораст, то здесь, наверное, мы посмотрим их хореографические способности. Мы попробуем поставить какой-то танец, может быть, флешмоб, который они смогут показать на закрытии. Во всяком случае, мы будем это пробовать делать. Что получится, это уже можно будет увидеть через девять дней. В выходные областным центры присвятили активному отпочинку. У Гомеля открыли некольки пляцовок, где с корыстью бавить вольный час смогут и юные, и дорослые гомельчане. Первый объект, про який подзаговорка – скейт-парк. Его заявление скейтеры чекали с подшатку нулявых. И вот нареште отрымали выдатную пляцовку с профессийным обсталяванием. На открытии побывали и наши корреспонденты. Первый у Гомеля скейт-парк разместился на новой набережной Ракисош. На пляцовце по мерам 8 на 71 метр разместились 6 фигур для катания на скейтборде, роликах и инших простосованиях. Инициаторами реализации этого проекта стали супрационники городского центра культуры. Не ездите здесь, не катайтесь, вы шумите, вы мешаете. Больше ребята этого слышать не будут. А именно наши гомельские скейтбордисты. Сегодня происходит открытие площадки, открытие скейт-парка для наших гомельских ребят. Теперь у них есть свое место, где они собираются, репетируют новые трюки, для того, чтобы представлять гомельщину на республиканских и, надеюсь, что международных конкурсах. Ну и, соответственно, просто, чтобы собираться, общаться, для того, чтобы жить позитивно. Основные фигуры на пляцовце – фан-бокс, которые позволяют выполнять скачки и трюки, и скейт-плаза, которая имитает городские пирожкоды. А кроме этого на пляцовце установлены фигуры для вылучшения базовых трюков. Такой спорт, как скейтборд, требует огромного движения изнутри, огромной энергии. И поэтому, безусловно, наибольшее количество участников – это, конечно, молодежь. Но есть и люди старшего возраста. Я думаю, что, придя на скейт-площадку, можно будет увидеть как начинающих, так и уже профессиональных скейтбордистов города. Открытие пляцовки и перши из поборниц вы собрали на наборежные десятки глядачов. У программы «Лепший труп» на фан-боксе, хиппиджамп и трамплин. У завершения мероприемства «Лепшие скейтбордисты Беларуси» представили показальную программу. А после дали майстер-классы и отказали на пытание тех, кто у першиню встал на скейт. Александр Лупиненко, Павел Антонов, телеродой компания «Гумель». Еще один популярный виды городского отпадшинку – «Вяровочный городок». Первый у «Гумели» подобный объект разместился у парку «Фестывальный». Подвясный мост с Бярвенья, змейки с дошек, паутина злины. Уся хоть 10 пирожкот. Вышиня конструкции от 2 до 4 метров. По культу денежа один маршрут для детей и дорослых. У планах открытие шетры. Утымлику для самых маленьких наведвальников. Зараз «Вяровочный городок» готовы примать детей во взросле прикладная от 8-ми годов. При этом рост детей для самостоянных опроходжений пирожкот повинен быть не ниже за 135 сантиметров. Инакш наведвание «Вяровочных аттракционов» проходит у супроводжений инструкторов альбо батьков. Беспеку переодоления у всех пирожкот забеспечивая беспиропытная система страховки. Для этого каждый наведвальник «Вяровочного городка» проходит инструктаж и отримливает профессийное обмундирование. До того же на каждом этапе пляцовки працуют организаторы. Яны сошат, консультуют и допомагают наведвальникам. Вне зависимости даже от физической подготовки, пока что справлялись все. По-разному кому-то нужно подумать, кто-то уже гибкий, ловкий и просто быстро пройдет. И вот мама моя тоже была одним из тестеров. Несмотря на то, что пенсионерка довольно быстро и классно прошла и молодец справилась. И нареште яшы однопаде выходного дня с прислоем у першыню. У Гомелли пройшла первая в этом сезоне «Велосубота». Частку автодороги «Усходний обыход» на 4-й годины продоставили аматорам велотранспорту. Махчымыстю покататься без пирожкот по широкой проездной части скрысталися некальки десятков гомельчан. До велосипедистов долучились аматыры роликов и самокатов. Велосуботы – добрый вариант семейных отпадшинков. Пересели на велосипеды и те, кто сочет за безопасностью подчас мероприемства. Хочется с дочерью покататься на велосипедах, пообщаться. Очень большое движение насыщенное. А здесь мы просто не спортсмены, любители велосипедисты. Мы можем хорошо проехать, пообщаться, покататься, насладиться живописным местом. Большое спасибо организаторам за это. Я со своими сотрудниками не только обеспечиваю безопасность движения при проведении данных мероприятий, но также сам принимаю участие в велопрогулке. Мне приносит это огромное удовольствие. Здоровый образ жизни сейчас это модно. Наступная велосубота отбудется у Гомеле 19-го жюня. У каждого кадра – натхнение. Удельники фотоклуба «Максимус» представили коллективную выставу у Гомеле. Клуб створен в минулом году. Он объединяет как профессийных фотографов, так и аматоров. На представленных в библиотеке «Мягерцена» дымках адвюстрованы краевиды, интересные события городского жития, архитектурное сбудование и портреты гомельчан. Дякуючи этой экспозиции, можно разглядеть город о всех деталях, которые часом застаются поза увагой. Выставка посвящена нашему городу, жителям нашего города. Я думаю, что она будет интересна всем жителям нашего города, также туристам, всем, кто интересуется. Представлены различные жанры. Здесь и пейзажи, и портреты, и репортажная съемка. На приканцы выпуску коротко про надворье. На этом тыдне урегион вернется с Пякота, а с Ёй – на Ваньницы. Як поведомили областным гидрометцентры, ближайшие ночи урегион будет переважно без опадков. У день у особных районах пройдутся короткочасовые дажжи. Будет до 14 градусов ночи и до 25 в день. 19 и 20 лепени опадков не прогнозуются. Слупок термометра поступово будет вздыматься вверх. У пятницу и на выходных чекаются дажжи и на Ваньницы. Поветро прогреется до 28, местами до 30 градусов тепла. На этом наш выпуск завершен. Информационное вершание телеканала «Беларусь-4» протягнет спортивный огляд с Максимом Савиным. Усего доброго и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова